Здравствуйте, это проект Сильные Люди. Сегодня мы находимся на озере Хипояр в Ленинградской области, куда съезжаются все вейкбордисты Санкт-Петербурга. Здесь мы познакомимся с человеком, который стоял у истоков вейкбординга в России. Говорят, что это спорт для молодых. Ему уже практически 50 лет, а он до сих пор занимается спортом и занимает призовые места на соревнованиях. Пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира по вейкбордингу. Гамаюнов Александр Юрьевич. Смотрите, Александр Юрьевич, вы до этого занимались водными лыжами. Как вы поняли, что именно это ваш спорт? Почему вы выбрали? Потому что это вообще-то близко к водным лыжам, оттуда и переросло. А почему вы начали заниматься вейкбордом? Волна пошла такая, моды, скажем так, начал развиваться сноуборд после горных лыж. А вот в водных лыжах получилось так, что вейкборд. Потому что на доске полеты намного больше, выше, различные вариации сальт, все это красиво. Поэтому вот так вот. Да нет, так сложилось, что после школы так и пошел в институт. А в институте все равно мысли были только о водных лыжах. В итоге из одного института перешел в другой, в Лесгов-то и так дальше, по спортивной линии. Мы первые начали заниматься вейкбордом еще в 98-м году прошлого века. И остальные тоже начали подтягиваться по всей России. А достижения? Пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы. И в прошлом году на чемпионате мира по кабелю второе место. Ну да, спорт, скажем так, не шахматы, но при определенной подготовке можно заниматься долгое время. Главное, не идти небольшими шагами, постепенно, не прыгать выше головы, и все пойдет. А что вас мотивирует вообще каждый день вставать и что-то делать, упорно тренироваться и так далее? Ведь иногда же лень бывает. Ну, мера должна быть во всем, потому что, особенно, как человек, когда в возрасте, он должен себя немного контролировать. Это правильно. Вот. А вообще, говорят, когда ты приходишь на работу, занимаешься с другими, тебя это тоже вдохновляет. Вот. И хочется самому тоже тренироваться. То есть вам тренироваться помогает то, что вы видите? Да, конечно. Успехи, может, своих коллег. Учишь там у учеников, и сам тренируешься, и что-то проверяешь, чему учишь на себе. Я не знаю. Кстати, зарядка не помешает. Вы все, вы ее делаете? А мне необходимо, я делаю растяжку, потому что, я еще раз говорю, что это не шахматы. Вот. И покатавшись 10-20 минут на вейкборде, можно сравнить с занятием в спортивном зале, там, порядка двух часов. Вот. Поэтому себя нужно готовить. Для этого еще день начинается с того, что вы себя готовите. Да. Да. Но, скажем так, я вейкбордом вообще начал поздно заниматься, потому что в нашей стране он поздно. С 40 лет я начал заниматься вейкбордом. Вот. А после 40 позвоночник уже не тот, да? Вот. И поэтому нужно себя готовить. Какие-то упражнения. Занимаюсь любимым делом, мне это нравится. Вот. А что из этого выходит? Собственно, как получается, так и получается. Ты знаешь, что в спорте денег много не заработаешь, там, люди идут в бизнес, еще куда-то. А вот именно люди, которые отдают всю жизнь спорту, ну, нет гарантии, что ты там станешь мега богатым, состоятельным. Да, богатым ты не станешь, но, как бы, душевное. Равновесие, удовольствие, вот это все присутствует. Для вас приоритет? Да, приоритет, конечно. Ну, первое, конечно, что мешает людям, это, скорее всего, лень. То есть, иногда человек пришел, даже после работы, ну, тяжеловато, там, на диванчик, телевизор. Пивко. Да, да, пивко там и так далее. А нужно себя заставить приехать позаниматься. Вы себя заставляете? Я себя не заставляю. У меня работа такая. Я говорю, поотносительно других людей. Вот, это как своеобразный наркотик, скажем так. Только, как бы, полезный наркотик, скажем. Вот, и поэтому хочется этим заниматься. То есть, если у человека есть, лежит душа заниматься спортом на природе, на воде, с хорошей физической нагрузкой, то, как бы, вейкборд для этого то, что надо. Как вы еще долго планируете развиваться в этом направлении? Ну, я сам себе задаю такой вопрос постоянно, как долго. Ответа пока не вижу. Пока, здоровья. Да. Да. Пока, продолжаем.